И давайте обратимся к третьему посланию Иоанна. Третьему посланию Иоанна. Старец, возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине. Возлюбленный, я желаю больше всего, чтобы ты, что? Преуспевал. И был, что? Здоров. Во всем. Как твоя душа преуспевает. Преуспевал в здравии. Теперь это интересно, что Божья воля для нас — это быть здоровыми. Это Его воля. И, если вы обратитесь и посмотрите со мной во вторую Коринфянам, главу 12, иногда вот что происходит. Люди используют это место Писания, и они стараются сделать свои выводы, что я называю неверием или сомнением в том, что Бог сделает относительно того, что Он сказал. Хорошо, если вы посмотрите на Петра, и Петр шел по воде по команде Иисуса. Заметьте, он отвел взгляд от Иисуса, и следующее, вы знаете, он начал тонуть. И когда он начал тонуть, Иисус подошел. Когда Он позвал Иисуса, Иисус спас Его. И Иисус сказал, «О, Петр, почему? Почему ты усомнился? Почему у тебя так мало веры? Что-то в этом роде». Но я хочу сказать, что сомнение пришло, и сомнение остановило сверхъестественную работу силы Слова Бога. Сомнение — просто одна унция сомнения. Обратите внимание, что враг сделал. Он пришел к Еве и сказал, «Действительно ли Бог так сказал?» Просто посеял немного сомнения в ее разум. Итак, одна из вещей, я верю, Бог сказал, поделился этим со мной. Он сказал, «Сын, я говорил о росте церкви. Он сказал, «Сын, если ты просто утолишь помехи и препятствия, она вырастет как пожар». Не важно ли это? Смотрите, он не сказал мне, что я должен сделать большие какие-то изобретательные и креативные вещи, или собрать три конференции по росту и так далее. Он сказал мне просто о том, чтобы убрать препятствия. И я действительно верю, что подобно тому, как солнце светит на землю, и вы можете стоять под тем солнцем, но вы можете взять что-то, поместить и закрыть солнце, чтобы оно не светило на вас. И я верю, что Божья исцеляющая сила излучается на его церковь. Но враг установил препятствие, чтобы мы не получили. Скажите «Амэн». Следите ли вы за тем, что я говорю? Я покажу вам это через минуту, но позвольте мне сначала прочитать следующее. Он говорит следующее, и это Павел. И у Павла был опыт пребывания в третьем небе, и он имел этот опыт в Боге. Итак, он сказал в стихе четвертом, «Как он был восхищен в рай, и слышал неизреченные слова, которых нельзя передать человеку. Нельзя передать». Это нельзя передать. Я вспоминаю, как я был во сне, в Миннеаполисе. Я помню, когда мы начинали церковь там. И я помню, как я услышал имя. И я знал, что это было мое имя. И я услышал это имя. И я находился в таком состоянии, где-то между сном и пробуждением. Это не был крепкий сон, и это не было пробуждение. Но я находился в таком промежуточном состоянии. Но я знал, что это Бог говорил. И дал мне это имя. И я сказал, «Окей». И я произнесу его, как только пробужусь. И я пробудился, и я не мог. Это ушло. И я верю, что это имя нельзя было произнести. Вы не можете его произнести. Вы не можете его произнести из поти. Это за пределами всего этого. Окей. Хорошо. Слава Господу. Итак, он сказал таким, стих пятый, «Человекам буду хвалиться. Собой уже не похвалюсь. Разве только моими немощами». Немощами — это не значит здесь болезнями. Это вещи, которых тело не может достичь само по себе. Слабостями тела. Впрочем, если я захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но теперь я удерживаюсь, чтобы кто-то не подумал обо мне более, нежели сколько видит или слышит от меня. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть ангел сатаны, чтобы что делать против меня? Удручать меня, чтобы я не превозносился сверх меры. Об этом я молил Господа трижды, чтобы он удалил это от меня, но он сказал мне, «Довольно тебе чего? Благодати моей для тебя, ибо сила моя совершается в чем? в немощи». Здесь есть что-то интересное, потому что люди брали этот стих и говорили, что жало, которое было у Павла, это была болезнь, это была глазная болезнь, или у него была какая-то сексуальная болезнь, у него что-то было. И люди брали это место и говорили, «Если Бог это сделал в жизни Павла, знаете, то же самое Он сделает для вас, и Он возложит это на вас, чтобы научить чему-то». Итак, я только говорю, мне не важно, что вы думаете. Вы можете сказать, «Аллилуйя! Я верю, что я буду миллионером», но в вашем духе есть образ бедности. Вы поняли, что я говорю? Я сказал, что мы можем сказать, что у нас нет никакого осуждения, но в нашем духе мы все еще пребываем в том образе, что мы сделали 15 лет назад, и оно все еще внутри нас и препятствует нам верить в Слово Божье, что касается нашего духа, души и тела. Следите ли вы за тем, что я говорю? Я просто говорю, вот что мы хотим сделать. Мы хотим использовать Слово и искоренить все то, что удерживает вас от получения вашего исцеления, потому что исцеление принадлежит вам. Скажите, «Исцеление принадлежит мне». Скажите, «Здоровье принадлежит мне». Хорошо, есть еще одно место в книге Иова. Давайте обратимся к книге Иова, пожалуйста. В стихе 6 здесь говорится, глава 1. «И был день, когда сыны Божьи пришли предстать пред Господом, и сатана пришел также между ними. И Господь сказал сатане, «Откуда ты пришел?» И сатана отвечал Господу и сказал, «Я ходил по земле и обошел ее». И сказал Господь сатане, «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Затем сатана отвечал Господу и сказал, «Разве Иов богобоязнен даром? Не ты ли оградил его кругом и его дом и все, что у него?» «Ты благословил дела рук его, и стада его распространяются по земле». Итак, сатана выкладывает все это Богу. Итак, он обратил свое внимание на Иова, потому что Иов поднялся на такой уровень, что он влиял на весь регион там. Итак, сатане нужно было что-то с ним сделать. Следите ли вы за тем, что я говорю? Итак, он обратил Иова в страх о своих детях и так далее. И некоторые вещи пришли не только на его детей, пришли на Иова, он заболел сам. Посмотрите в книгу Иова, главу третью, пожалуйста. Глава третья, стих двадцать пятый. «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло на меня. Нет мира, нет покоя, нет ограды, постигло несчастье». Итак, беспокойство и страх открыли дверь болезни и немощи. И страх открыл дверь сатане войти, не только атакуя его семью, не только лишила его бизнеса, но также забрала у него здоровье и так далее. Итак, здесь Иов, он сказал, «Господь дал, и Господь взял». Да будет имя Господне благословенно. Хорошо, Господь дал ему, но Господь этого не забирал. Итак, я просто говорю, это интересно, как некоторые вещи могут проповедоваться или преподаваться нам. Знаете, это интересно. Если возьмем, к примеру, сад, наблюдаем за ним, как он растет, и если не будете ухаживать, что вырастет в нем? Сорняки. Заметьте, никаких плодов не вырастет автоматически. Никаких помидоров не вырастет автоматически. Но будут одни сорняки повсюду. И причина, почему это так? Потому что эта земля под проклятием. Следите, что я говорю. Итак, вы и я, нам нужно вести с этим войну. Мы должны утвердиться. Мы должны следить за своим разумом и сознанием, и держаться за понимание благодати и благости Божьей. «Благослови душа моя Господа и все, что во мне. Благослови Его Святое Имя. Благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои. Продолжайте. Исцеляет все недуги твои». Обратите внимание, что здесь мы имеем двойное исцеление. Он не только прощает вас, но Он исцеляет вас. Не удивительно ли это? Он не только простил вас, но Он исцелил вас. Народ, я действительно верю. И.В. Кенниен, я читал кое-что об истории его церкви. У них не было ни одного больного человека в их церкви. Где-то что-то в течение 30 лет. 30 лет ни одного больного человека. Нет, нет, Бог не взирает на лица, на пример И.В. Кенниен. Скажите «Амен» на это. Ни одного больного. Теперь, одна из вещей, я думаю, на которой он сосредоточился, эта тема, называемая праведность. Это называется праведностью. Видите, вы не праведник тем, насколько вы хороши или хорошо поступаете. Вы праведник, потому что такова ваша природа в Боге. и по причине того, что Бог вам дал свою природу, вы стали праведником. И если вы знаете, кто вы в праведности, эта праведность поднимается в вас и делает вас смелыми, как льва, согласно ваших прав, как верующего на земле, хотя она и проклята. У вас есть право быть исцеленными. Поняли, что я сказал? У вас есть права на вашу ситуацию, чтобы все работало на лучшее. У вас есть права, если что-то поднимается против вас, восстает против самого Бога. У вас есть право на то, чтобы ваши дети были спасены, потому что Библия говорит, спасешься ты и весь дом твой. Итак, у меня есть права. Следите ли вы за тем, что я говорю? И эта праведность помогает вам стоять в ваших правах. Видите? Потому что так или иначе враг будет стараться атаковать вас разными голосами. И без духовной зрелости трудно отделить голос врага. Это тяжело. У меня есть учение на эту тему. Говорю вам, и так, Бог сделал, сделал некоторые вещи для вас. Он не только спас вас, но он и исцелил вас. И исцеление принадлежит вам, как и спасение принадлежит вам. И если вы хотите быть спасенными, я помню, мы были в Миннесоте, и мы пригласили некоторых людей, с которыми я работал в компьютерной компании, и пригласил их на служение. И одна женщина пришла на служение, и она сидела сзади. И я был там, и я был на подготовительных мероприятиях, и мы открывали служение и так далее. И я услышал небольшой разговор там сзади. Я увидел, что люди заняты каким-то разговором. У нас было служение в Молодежной Христианской Ассоциации. И она сказала, извините. Я спросил, что-то не так? И она подняла руку и сказала, я хочу быть спасенной. Здесь, смотрите на меня. Окей, хорошо. Мы поговорим об этом через несколько минут. Давайте. Мы хотим сделать эти объявления и так далее, и тому подобное. Что-то вроде этого сначала. Она подняла снова свою руку. И что она сказала, милая? Она сказала, я хочу быть спасенной прямо сейчас. Не хотел ли Бог научить меня чему-то через это? Совсем молодого служителя. Я собирался отложить ее спасение на несколько минут. Бог не откладывает ваше спасение и ваше исцеление ни на одну минуту. Скажите амэн на это. И вам не надо ждать до следующей недели, чтобы быть исцеленными. Он исцелит вас прямо сейчас. Точно так, как Он спасет вас прямо сейчас. И то, и другое будет совершено в то же самое время. На кресте Голгофы Он сделал все. Скажите амэн на это. Иисус исцелил их всех сейчас. Сейчас. Никто не покинул Его служение больным. Он исцелил их всех, уверяю вас, ни одного человека. Видите? Он сделал это так, чтобы они могли получить. Потому что все это уже сделано отцом. Но проблема вот в чем. В получателе. Целитель в доме. Я знаю, что Он здесь. Потому что Библия говорит, что когда двое на земле, двое собраны вместе во имя Мое, то Я посреди них. Иисус здесь. Он здесь. Он здесь. Скажите амэн на это. И мне нравится это местописание. Он не только здесь. Обратитесь к книге евреям, глава 13. О, у меня есть несколько историй. Говорю вам. Итак, она сказала, я хочу быть спасенной. Я сказал, окей, позвольте мне закончить объявление. И затем у нас будет песня с сестры такой-то и такой. Она сказала, нет, я хочу быть спасенной прямо сейчас. Я подумал, это прервет всю мою программу. Традиция действительно запутает вас. Знаете это? Окей. Хорошо. Я старался быть искренним, чтобы вы знали это. Амэн. Окей, посмотрите в книгу евреям. Евреям, глава 13. Вот что здесь говорится. Это глава 13, стих 8. Иисус Христос, продолжайте. Тот же. Продолжайте. «Вчера, сегодня и вовеки». Он тот же. Я сказал, «Он тот же». «Вчера, сегодня и вовеки». Позвольте мне показать еще одно место. Давайте обратимся к Евангелию от Марка, глава 1, стих 40. «Пришел к нему прокаженный, умоляя его, и падая на колени перед ним, и говоря ему, если хочешь, можешь меня очистить». И смотрите на следующее. «И Иисус, движимый чем? Состраданием». Какое другое слово для сострадания? «Любовь». Протянул руку свою и прикоснулся его и сказал ему, «Что? Хочу. Продолжайте. Очистись». Заметьте, что попросил прокаженный. Позвольте прочитать стих 42, чтобы завершить мысль. И после этих слов немедленно проказа сошла с него, и он стал чист. Теперь, как только он сказал. Как только он сказал. Как только он сказал. Вот о чем здесь говорится. «Если хочешь, чтобы я очистился». Итак, что было главной проблемой для этого прокаженного? Было ли проблемой того прокаженного? Мог ли Бог его исцелить? Его проблемой было что? Хочет ли его Бог очистить? Воля Божья. И я думаю, что это проблема и у других людей также. Желание и воля. Кто-то иногда задает вопрос. Я слышал это на телевидении. Люди говорят, «Знаете, могу, могу я идти с вами?» Я говорю, «Не знаю». И говорю, «Вы можете?» Потому что это неверное слово здесь. Слово «Можно ли мне?» Это два разных слова. Это интересно относительно этого. Бог может исцелить вас? Они знают это. И я не думаю, чтобы кто-нибудь здесь сомневался в том факте, что Бог может исцелить вас. Проблема. Хочет ли он? У меня хорошая новость для вас. Он исцелил вас 2000 лет назад. Иисус, отображенная воля Божья. Вот кем он был. Он был ходящий в воле Божьей. Он покажет вам сердце Бога. Он сказал, «Если вы видели меня, вы видели Отца». Итак, он сделал это 2000 лет назад. Он исцелил вас. Это для всех вас. Народ, мы были искуплены. Мы были искуплены. От чего? Проклятие закона. Он стал проклятием за нас. Одно из проклятий — это бедность. Другое — это болезнь. И еще одно — духовная смерть. Он сделал это все ради вас. Он понес это. Почему вы это будете носить? Почему вы в этой больничной койке? Он? Он здесь. Он понес это для вас. А вы говорите здесь. «Оу, оу, это для меня. И должны это нести». Пусть он это понесет, а вы вставайте. Давайте посмотрим. В Матфея, глава 8, пожалуйста. Это история о парне, который был сотником. И посмотрите, о чем говорится в стихе 5. «Когда же Иисус вошел в Капернаум, подошел к нему сотник, и, умоляя его, просил, «Господи, мой слуга лежит дома, в расслаблении, и жестоко страдает». И Иисус говорит ему, «Я приду и сделаю что ему? Исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал ему, «Господь, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой. Но что? Скажи только слово, и мой слуга выздоровеет. Ибо и я, подвластный человек, имею солдат в своем подчинении. И я говорю одному, «Пойди, и он идет», а другому, «Приди, и он приходит». И слуге моему сделай это, и он делает это. Услышав это, Иисус удивился и сказал тем, которые следовали за ним, «Истинно истинно говорю вам, я не нашел такой великой веры даже в Израиле». И я говорю вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царствие Небесное, а сыны царства будут извержены во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». Иисус сказал сотнику, «Иди своим путем, и как ты что? Веровал, да будет тебе». И слуга был что? Исцелен в тот же час. Вопрос. Возложил ли Иисус руки на него? Что он сделал? Он сказал слово. Он сказал слово. Итак, что говорит мне это о болезни? «Один человек сказал об этом так. Если вы имеете дело с болезнью только как с чем-то физическим, когда вы пропустили откровение о том, что болезнь есть по сути своей, обратите внимание, Иисус исцелил всех тех людей, вышедших из Египта, за одну ночь. А, да, это Бог сделал. Исцелил их. Библия говорит, что не было ни одного болящего среди их племен. Подождите минутку, о чем мне это говорить сейчас? Смотрите, я, я, я много раз, из-за того, что мы живем в падшем мире, мы имеем дело с болезнями, как с чем-то только физическим. Понимаете? Но мы должны обратиться к корню болезни и запретить корню ее. Давайте обратимся к другому месту. Давайте обратимся к книге Марка, глава 11. Следите ли вы за мной еще? Окей, это ключ для вас. Ключ для вас. Потому что по вашей вере и будет вам. Итак, я собираюсь показать вам, где масло может быть использовано. Я покажу вам, где возложение рук может быть использовано. Но я также покажу вам, где можно говорить лишь слово. Это может использоваться. Почему? Потому что в конечном счете он хочет привести вас в такое место, где вам не понадобится какое-либо масло, возложение рук или что-либо другое, но лишь слово Бога. Следите ли вы за тем, что я говорю? Итак, если мы посмотрим на это, давайте посмотрим в книгу Марка, главу 11, теперь. Теперь подумайте о немощи и болезни, когда я буду читать это. Стих 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взлокал и увидел вспомоговницу издалека, покрытую листьями. Он подошел, не найдет ли что на ней. Но придя к ней, он ничего не нашел, кроме листьев. Ибо еще не время было собирания смог. И Иисус сказал ей, «Никакой человек да не вкушает плодов от тебя вовек». И его ученики слышали это. Давайте обратимся к стиху 19. «Когда уже стало поздно, он вышел из города. А утром, когда они проходили мимо, они увидели, что смоковница засохла до корня. И Петр, вспомнив, сказал ему, «Рави, смотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». А Иисус, отвечая, говорит ему, «Имейте веру Божью». Или имейте что? Божий тип веры. «Ибо истинно говорю вам, если кто скажет гореть ей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что то, что он что скажет, сбудется по словам его, будет ему что, что не скажет». Поэтому говорю вам, все, чего не будете, просить в молитве, что? Верьте, что получите, и будет вам. Теперь, смоковница засохла от слов, которые Иисус сказал. Откуда она засохла? От корней. Какое обычное назначение корней в отношении к стволу, к дереву самому? Они находятся под землей, они невидимы. Итак, что корни делают для дерева? Помогите, что делают корни? Они получают питательные вещества для дерева, и они стабилизируют, и помогают держаться на одном месте. Вы поняли это? И если бы вы попытались прекратить рост, моя мысль здесь вот какая. Как только те корни распространились на, знаете, 20 футов в длину, и они сплетаются с другими корнями. И почему? Когда напирает сильный ветер, они стоят. Итак, я говорю, предположим, дерево представляет собой болезнь. И предположим, я говорю, что корень болезни невидим. И единственный способ добраться до него, это через веру. Вам нужно сказать слово на них. А единственный способ для вас иметь веру, это что? Слышать слово Божье. И как только это слово в вас, и вы верите в него, и вы говорите это слово, тогда корень разрушается. Следите ли вы за тем, что я говорю? Я говорю, что оно засохло от корня. Вам нужно услышать, что я говорю сейчас. Это от корня, народ? Это это. Потому что, видите, вот где проблема, почему некоторые люди не получили еще исцеление. Видите, вам нужно поверить в то, что вы говорите, произойдет. Это одна из вещей, которые вам нужно понять. Это закон исповедания. Вам нужно поверить в это. Потому что слово... Он... Господь, будь милостив. В Псалме 104... О, нет. В Псалме 106, в стихе 20, вот что говорится. Могу я это взять? Давайте обратимся к этому месту. Псалом 106, стих 20. Псалом 106, стих 20. «Народ, нет ничего на этой земле, что может устоять против Слова Божьего». Я сказал, что нет ничего на этой земле, что может устоять против Слова Божьего. Посмотрите, о чем говорится в Псалме 106, стих 20. Он послал что? Слово. И что слово сделало? Оно исцелило их и сделало что для них? И избавило их от могил их. Слово совершает работу. Слово совершает работу. Когда вы возлагаете руки на больных, вы только исполняете Слово. Слово совершает работу. Посмотрите, что Бог делает с этим Словом. Давайте обратимся к... Где в Писании написано? Он бодрствует над Словом Своим, чтобы осуществить его. Давайте обратимся к этому месту. Иеремия, глава 1. Иеремия, глава 1. Видите ли, Бог возвращает нас обратно в Эдем. И, и, это место, где Адам употреблял слова. Видите, язык — это оригинальная технология. И это Он там употреблял слова. Слова совершали всякую работу. И посмотрите, что говорится здесь. Видите ли, мы слишком все усложнили. Вам нужно иметь и то, и другое. Иисус не делал этого. Он просто говорил, будь исцелен. Вы следите за тем, что я говорю? Это оригинальная технология. Это причина. Почему это? Библия говорит, что в последние времена знания увеличатся. Имеется в виду Библия. Люди говорят, что прогресс, связанный с компьютерами, удваивается каждые 18 месяцев. Иногда за этим просто трудно угнаться. Почему? Потому что это идет к концу. Все, что вам нужно сделать это. Знаете, что я имею в виду? Я вижу, как появляются машины, и они выполняют голосовые команды. Я говорю, эй, едь домой. Дрондон? И все срабатывает. И машина едет домой. И мне не надо особо напрягаться, на что-то нажимать. Мне нужно только нажать на кнопку и сказать, едь домой. Итак, мне не нужно сейчас делать многих вещей. Дьявол в деталях. Итак, посмотрите, что здесь говорится в стихе 12. Затем Господь сказал мне, «Ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом Моим». Позвольте мне показать кое-что еще. Откройте книгу чисел, главу 23, стих 19. Бог не человек, чтобы Ему лгать, и не Сын Человеческий, чтобы Ему изменяться. Он? Он ли скажет, и не сделает? Будет говорить, и не сделает чего? И не исполнит. Кто собирается исполнить? Бог собирается это исполнить. Бог собирается это исполнить? Хорошо, давайте обратимся к паре мест, которые Иисус сказал. Давайте вернемся к книге Матфея, главе 14, пожалуйста. И давайте посмотрим на стих 14. И выйдя, Иисус увидел множество людей и... что? Сжалился над ними. И что Он сделал? Он исцелил их больных. Он исцелил там всех. О, как же Он это сделал с помощью Божьего Слова? Окей, я не понимаю этого. И лучшее, что мы можем сделать, это поверить Богу. Но вот что здесь говорится. Он исцелил их всех. Говорю вам, народ, Библия говорит, что благость Божья ведет людей к покаянию. Когда вы видите, какой Бог добрый, вас это трогает. Вы следите за тем, что я говорю? Говорю, что одно из самых больших препятствий этому, получению исцеления от Бога, это не неверие, это осуждение. Гарантирую, народ, люди еще думают о том, что они сделали и что они недостойны. Посмотрите в числа... Посмотрите в Матфея 15 главу. 15 главу и стих 30 и 31. Посмотрите, что говорится здесь. И множество народа приступило к Нему, имея с собой хромых, слепых, немых и многих других. И повергли их к ногам Иисуса. И что Он сделал с ними? Он исцелил их. Так что народ дивился, когда народ видел, кого говорящих? Немых говорящих. Увечных какими? Здоровыми. Хромых, делающих что? Ходящими. И слепых, делающих что? Видящими. И что они делали? Прославляли Бога и Израильева. Давайте обратимся к Луке. Пожалуйста, Луки, глава 4. Иисус скольких исцелил? Если Он исцелил всех, исцелит ли Он вас? Когда? Я имею в виду, вам не надо ждать до завтра? После времени свидетельств. И вот, что здесь говорится в стихе 40. 40. Теперь при захождении солнца, все они, имевшие больных различными болезнями, приводили их к Нему. И Он возлагал руки на каждого из них. И что? Исцелил их. И исцелил их народ. Теперь Он возлагает руки и сейчас. Давайте обратимся к Луке 6 главе. Луки 6 глава. И посмотрите на стих 17. И Он сошел с ними, стал на ровном месте. И множество учеников, и большое множество людей из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест, кирских и седонских, которые пришли послушать Его, и сделать что? И исцелиться от болезней своих. Итак, разве не интересно, почему Он хотел, чтобы они послушали Его сначала? Почему? Почему Он хотел, чтобы они слушали Его? Амин. Чтобы они получили веру, чтобы они могли принять. И также страждущие от нечистых духов. И они... Что? Исцелились. И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила. И исцеляло всех. Исцеляло скольких? Теперь, скольких Он исцелил? Вы говорите, что все жили совершенной жизнью? Нет, нет, нет. Он исцелил всех. Почему? Потому что исцеление уже принадлежит вам. Оно уже принадлежит вам. Примите! Слава Богу! Давайте обратимся еще к одному месту. Давайте обратимся к книге Луки, 13 главе. Стих 10. И учил Он в одной из синагог в субботу. И вот там была женщина, которая имела дух немощи 18 лет. Она была скорчена и не могла выпрямиться. И, когда Иисус увидел ее, Он подозвал ее и сказал ей, «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». О, Он говорил с такой силой и властью. «Будь свободна от твоего недуга». И Он возложил руку на нее, и она тотчас выпрямилась и сделала что? Она прославила Бога. А начальник синагоги, негодуя, потому что Иисус исцелил в субботу, и Он сказал людям, «Есть шесть дней, в которые должно делать. В те дни и приходите исцеляться, а не в день, в субботний». Окей, давайте увидим здесь откровение. Есть шесть дней, когда люди работают, но не в субботний день. Нет, эта женщина была исцелена. Иисус возложил руки на ту женщину, сказал, и она была исцелена. Он сказал, «Работа для человека». Работа для человека. Творил дела, творил дела. Обратимся к Иоанна, глава 14. Иоанна, глава 14. Посмотрите, что говорится в Иоанна, 14 главе. Нашли ее? Стих 10. «Разве ты не веришь, что Я в Отце, и Отец во Мне? Слова, которые Я говорю вам, Я говорю не от Тебя, но Отец, пребывающий во Мне. Продолжайте. Он творит дела». И пока вы там, давайте возьмем еще один стих. Стих 14. «Если вы попросите о чем во имя Мое, продолжайте. Я это сделаю». Разве это не важно? Стих 13. «И чего не попросите во имя Мое, то сделаю, чтобы Отец прославился в Сыне». Итак, все, что вам нужно делать, просить во имя чье? Теперь, этот запрос — это не петиция. Этот запрос означает требование. Это значит, вы говорите дьяволу, вы говорите той болезни, но чье имя вы используете, чтобы совершить это? Имя Иисуса. Давайте вернемся обратно к Луке. Посмотрите на стих 15. «И Господь, отвечая, сказал ему, «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего, или осла, отлиясь ли в субботу, и не ведет ли поить?» Другими словами, если ваше животное нуждается в питьевой воде, не даете ли вы ему этого? Не надлежало ли ей эту женщину, которая... Чья дочь? Чья дочь? Авраама, которую Сатана связал уже вот 18 лет. Не надлежало ли ей освободиться от этих ус в день субботний? В этом так много смысла. Итак, одна из вещей касательно этого. Он сказал, «Она была дочерью кого?» Авраама. Семя ли вы Авраама? Амэн. И кто? Кто связал ту женщину? Сатана связал ту женщину. И сколько лет она была связана? 18 лет. Итак, вы можете иметь дело с чем-то, что длится уже 18 лет. Бог еще может освободить вас. Слава Господу, я верю, что вам это очень понравилось. Итак, теперь мы говорим на тему «Иисус исцелил их всех». Теперь, дело в том, неважно, что у них там было. Он исцелил их. Теперь, я говорю, может, у них был синдром приобретенного иммунодефицита. Все, что угодно, что было в те дни. Может, у них был диабет, высокое давление, проблемы с сердцем, и у кого-то было больное сердце, болезни ног, или болезни десен, или какая-то глазная болезнь, или болезнь ушей. Они не могли слышать, не могли видеть. Может, у них что-то было не так с голосовыми связками, и они не могли говорить. Может, у них была проблема со структурой костей, или у них был сколиоз, или у них был, может быть, артрит, или что-то даже серьезней. Или у них была какая-то болезнь рук или головы, что бы у них там не было. Без разницы. Иисус исцелил их всех. Теперь, Библия говорит в книге Евреям, главе 13, «Он тот же, вчера, сегодня и вовеки». Теперь Он внутри меня, проводя служение и исцеление прямо сейчас для вас. Теперь, если вы услышали это слово, которому мы учили, мы говорили о том, что это факт, что воля Божья для вас — это исцелить вас. Божья воля для вас — ходить в совершенном здоровье. У Него никогда не было намерения, чтобы вы были артритиками или еще кем-либо, чтобы мы жили с этим на этой земле. Эй, мы собираемся жить долго и сильными. Итак, много раз мы имеем дело с болезнью и заболеваниями, как с чем-то только физическим. Но это не так, как к этому надо относиться. Но вы можете обратиться к корню болезни и заболевания. Корень всегда находится в невидимой сфере. Помните, что Иисус проклял ту смоковницу? Тот корень... Библия говорит, что она засохла от корня. Это означает, что некая часть того, что мы видим, находится в невидимой сфере. Итак, верой мы говорим Божье Слово, и оно идет до корней, и отрезает эту вещь. И когда мы продолжаем хвалить Бога, мы увидим, как та болезнь уйдет. Точно так же, как и то дерево засохло от корня. Итак, если вы слушали это слово, я говорил это слово вам. Корень сейчас повержен. Теперь, как говорится в Солме 106-20 стихе, он послал Слово свое и исцелил их. Это как раз то, что я собираюсь сделать прямо сейчас. Я посылаю Слово, чтобы вы были исцелены. Кто-то, послушайте меня сейчас. Вы были у доктора, и он дал вам плохие прогнозы. Это что-то, с чем вам придется жить. Эй, подождите минутку. Ха-ха-ха, вам нужно проконсультироваться у доктора Иисуса. Он великий доктор. И он Господь, который исцеляет свой народ. Слава Господу. Итак, что я собираюсь сделать, это помолиться за вас прямо сейчас. Итак, я хочу, чтобы вы присоединились ко мне в вере со мной. Мы помолимся, и когда мы будем молиться, мы искореним эту болезнь, которая в вашем теле. И вы будете ходить в совершенном здоровье во все дни. Отец, мы приходим к тебе во имя Иисуса. Мы благодарим тебя за исцеление и освобождение, которое ты дал в Своем Сыне, в Господе Иисусе Христе. Мы благодарим тебя за кровь Иисуса, которая омыла нас от всякой неправды. И что Слово Божье — это наше исцеление. И когда ты послал твое Слово, оно исцелило их и освободило их от их недуга. Поэтому сейчас, будучи твоим представителем, я говорю той болезни, тому заболеванию, я разрушаю тот отрицательный прогноз. Я приказываю тому телу исцелиться. Во имя Иисуса я отрезаю ту болезнь. И я приказываю всякой поврежденной клетке восстановиться. Во имя Иисуса я запрещаю раку, диабету, высокому давлению. Я запрещаю всякой глазной болезни, ушной болезни. Я приказываю восстановиться. Прекратиться всякому течению болезни. Во имя Иисуса я приказываю прямо сейчас мускулам восстановиться. Во имя Иисуса. Связки и хрящи я приказываю вам восстановиться. Я приказываю всякому нарушению в ступнях подчиниться Слову Божьему. Отец, мы благодарим Тебя за это. И Ты послал Слово Своё и исцелил их. И мы радуемся сейчас, потому что Ты исцеляешь. И мы провозглашаем Себя исцелёнными и здоровыми во имя Иисуса. Отец, мы благодарим Тебя. Мы прославляем Тебя сейчас во имя Иисуса. Ага! Хе-хе-хей! Говорю вам, что-то произошло, и всё, что вам надо, это принять. Слава Богу! Вам не нужно это зарабатывать. Это по благодати, через веру. Это не от вас. Это Божий дар. О, это Божья воля, чтобы мы были исцелёнными. Итак, если вы не могли подвигать определённой частью тела, то начинайте двигать этой частью тела. Хвала Господу!